Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. Сегодня мы с Вами приготовим очень вкусный, но простой в приготовлении шоколадный торт с шоколадной глазурью. Торт получается невероятно вкусным, нежным и шоколадным. Несмотря на то, что сейчас Вы видите достаточно большое количество ингредиентов, торт очень доступный, продукты доступные и в принципе готовится невероятно просто и быстро. Итак, для приготовления нам понадобится 2 куриных яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 60 мл подсолнечного масла. Можно заменить оливковым маслом по Вашему желанию, но подсолнечного масла здесь вполне достаточно. Также нам понадобится 1 столовая ложка яблочного уксуса, можно взять винный уксус. Уксус должен быть 6%. Также нам понадобится 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 60 г какао-порошка, 60 г сливочного масла, 250 г муки, 300 г сахара и молока 280-270 мл. Это то, что нам необходимо для приготовления шоколадного бисквита. И для шоколадной глазури мне понадобится 200 г, приблизительно 180 г шоколада. Я беру молочный шоколад, если Вы любите, можете взять горький темный шоколад. А также грамм 30 г сливочного масла и немного молока либо сливок. Все продукты и ингредиенты я напишу Вам под этим видео. Мне нравится этот торт тем, что он готовится невероятно быстро. Первым делом нам необходимо смешать все сухие ингредиенты. Я просеиваю муку, затем муку добавляю какао, также какао просеиваю, затем соду, кладу пакетик ванильного сахара, 1 чайную ложку соли и 300 г сахара. Теперь все эти ингредиенты перемешиваем ложкой. Теперь к сухим ингредиентам нам необходимо добавить жидкие. Я кладу 2 яйца, сливочное масло. Его необходимо предварительно растопить. Я это сделаю в микроволновке, очень быстро и удобно. Также добавляю растительное масло и яблочный уксус. Немного перемешиваю. Здесь есть такой нюанс. Изначально тесто может браться у вас комочками, но вы не обращайте на это внимание, так как мы будем дальше его взбивать миксером. И вливаю все в молочко 280 мл. Немного вот так перемешала. И теперь беру миксер. Все это необходимо взбить миксером до однородной массы. Шоколадное тесто готово. Взбиваю тесто примерно 3 минуты. Вот оно должно получиться однородное, как жидкая сметана. Как вы видите, очень быстро готовится такое тесто. Я подготовила форму. Смазала хорошенько сливочным маслом. Можно также присыпать немного мукой, либо манкой. Если вы не уверены, чтобы ваша форма не прихватила наш бисквит. Выливаем в смазанную форму наше шоколадное тесто. И отправляем выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов, минут на 45-50, возможно 60. В зависимости от вашей духовки. До сухой спички. Мой шоколадный бисквит уже готов. Выпекался он у меня 50 минут при температуре 180 градусов. Теперь даем ему немного остыть при комнатной температуре. И будем смазывать шоколадной глазурью. Также я хочу отметить то, что в принципе можно его смазать абсолютно любым кремом. На ваше усмотрение. Но очень вкусно и красиво этот торт сочетается именно с шоколадной глазурью. Пока наш бисквит остывает, мы с вами приготовим шоколадную глазурь. Шоколадную глазурь мы будем делать на водяной бане. Я беру маленькую кастрюлю. Наливаю небольшое количество воды. И сверху ставлю тарелочку. Тарелочка не должна касаться воды, которая налита в кастрюльке. То есть вот должна создаваться такая водяная баня. Ставлю кастрюльку на огонь. И пока еще эта тарелочка холодная, кладу шоколад. Оставляем шоколад некоторое время нагреваться. До того момента, пока он не начнет у нас таять. И в растопленный шоколад мы кладем 30-40 грамм сливочного масла. И добавляем миллилитров 50 молока. Шоколадная глазурь готова. Шоколадная глазурь готова. Сильно густой ее делать не нужно. Она застынет и будет как раз хорошей. Мой шоколадный бисквит уже остыл, пока мы готовили глазурь. И теперь нам необходимо аккуратно разрезать его на две части. Делаю я это при помощи ножа, но вы можете делать любым удобным для вас способом. Когда мы разрезали корж на две части, Серединку смазываем шоколадной глазурью, пока она еще теплая, не застыла. И затем аккуратно выкладываем второй корж. И верхний корж также смазываем шоколадной глазурью. В принципе наш шоколадный торт уже готов. Оставляем его минимум на два часа, чтобы шоколад застыл. Торт настоялся вместе с шоколадной глазурью. И когда шоколад застынет, его можно декорировать, то есть украшать по вашему желанию. Можно дать шоколаду застыть при комнатной температуре. Хотите быстрее, чтобы застыл шоколад, отправляем тортик в холодильник после остывания. Вот такая вот шоколадная красота, друзья, у нас получилась. Очень вкусный шоколадный бисквит, он весь такой вот прям мокрый, плюс вкуснейшая шоколадная глазурь. И вот такой вот красивый торт. Украсила всю эту красоту я коктейльной вишенкой, но вы можете украсить абсолютно по своему вкусу. Обязательно попробуйте такой торт приготовить у себя дома. Как вы видите, готовится он элементарно просто, быстро, без всяких заморочек. Я желаю вам, друзья, приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. Всего вам хорошего и до скорых встреч!